Наверняка многие из нас хотели бы жить в собственном уютном доме, из окон которого виден красивый ухоженный сад с качелями, беседкой. Но пока большинство выходит не на крыльцо своего домика, а во дворы многоквартирных домов, которые не всегда радуют своим видом. Благоустройство дворовых территорий. Что зависит в этом вопросе от самих жителей и чем помогает город? Об этом поговорим с гостем нашей студии. Это заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Александрович Власенко. Добрый день. Добрый день. Итак, благоустройство дворов проводится в рамках муниципальной программы. Она называется «Формирование современной городской среды». Но, в свою очередь, эта программа является частью такого большого федерального проекта «Комфортная городская среда». Я это к чему? В последнее время глава Минстроя Владимир Якушев уже не раз заявлял о том, что ведутся споры, дискуссии насчет того, что должна ли эта программа все-таки касаться дворов и дальше. Ну, мол, есть мнение, что необходимо все средства сконцентрировать именно на создании общественных пространств, а вот пусть дворы останутся на муниципалитетах или какие-то внебюджетные источники. Ну, вроде как сказали, что на 2019 год программа останется в том же виде, предполагая благоустройство дворов в городах, в том числе в Хабаровске. Все так? Да, действительно, все так. На сегодняшний день все так. Муниципальная программа была принята в 2017 году, 4 декабря. По данной программе вошло 274 объекта, из которых в 2018 году было выполнено 64 объекта, то есть у нас по большому счету осталось 210 объектов, которые необходимо выполнить. Люди ждут определенных гарантий государства, люди ждут того, что у них появятся благоустроенные дворы. Я считаю, что это очень востребовано. И неоднократно мэр города Хабаровска Сергей Анатольевич Кравчук говорил о том, что это те меры поддержки, которые на сегодняшний день люди чувствуют, и люди действительно хотят это видеть во себе. Поэтому я думаю, что мы с оптимизмом должны смотреть в будущее, мы должны говорить о том, что это действительно необходимо нашему городу. Если говорить о муниципальных грантах конкретно, то есть мы в любом случае без поддержки наши граждане не останутся. Даже если будут какие-то приняты меры только по направлению средств на общественные территории, я имею в виду федеральные средства. В любом случае у нас программа муниципальных грантов на правление остается. И самое главное, что наконец-то у нас начинается это понятие, что мы собственники. Не кто-то за нас должен это сделать, а мы уже давно являемся собственниками. С того момента, как мы приватизировали свои квартиры, мы занимаемся управлением своим имуществом. Ну, в общем, хабаровчане могут быть спокойны, что будет продолжаться программа, и какие-то неохваченные объекты будут охвачены. В иной мере, да, естественно, эта программа однозначно по муниципальному направлению поддержка мэра города тут однозначно будет. Ну, вы уже сказали о том, что собственники принимают непосредственное участие в формировании проектов, дизайн проектов своих дворов. Есть какой-то минимальный перечень, который могут предоставить. Это урны, скамейки, тротуары, асфальтирование дворовых проездов. Но вот вкладывая собственные средства, можно сделать что-то большее. Очень важно на самом деле вот в этих пространствах дворовых предусмотреть все для комфортного проживания. Поэтому важно это, и какого вида будут контейнерные площадки, где люди смогут погулять с детьми, где люди смогут погулять с домашними. Это очень важный вопрос, многих волнует. И чтобы это все не пересекалось вот в этом пространстве, чтобы все интересы были затронуты. Потому что очень часто на общих собраниях больше собачников проживает, чем больше людей, у которых, допустим, с детьми. Либо владельцев автомобилей или пешеходов. Те, кто имеют автомобили, и те, кто пешеход. И вот постоянно вот эти конфликты. Но самое главное, что у нас люди умеют договариваться. Очень много этих примеров. И там, где люди умеют договариваться, там, где люди, ну, творческие люди в том числе, там получается результат, очень даже приличный результат. Можно, я думаю, что в каждом районе есть такие дворы, которые являются гордостью этого района. На которые можно и нужно равняться, правда? Конечно, обязательно. Ну, Коля, уже заговорили про автомобили и их владельцев. Правда, многие дворы сейчас напоминают у нас круглосуточные парковки, что доставляет порой массу неудобств и жильцам, и экстренным службам, что немаловажно. Вот с этим вопросом как быть? Вот то, что заполонили дворы, у нас именно автомобили. И тут, и там. Я хочу сказать, что эта проблема, ну, она одна из самых актуальных на сегодняшний день, именно дворового пространства. И, на мой взгляд, ее нужно решать оптимизацией дворового пространства. То есть, если мы говорим о том, что у нас есть жилой дом, там, четырехподъездный, девятиэтажный, у него достаточно приличная дворовая территория. Это мы говорим о тех домах, которые были построены еще в советское время, которые действительно... Неточечная застройка. Неточечная застройка, да. Вот там можно организовать нормально, учитывая все интересы всех жителей, вот это дворовое пространство. То есть, ликвидировать, допустим, те же самые заезженные газоны, ну, все прекрасно понимают, что никогда они не превратятся в какой-то английский газон. Но у нас есть бдительные жители, которые говорят на горячую линию сразу, вы знаете, на газонах парковался. Да, но тогда, в любом случае, он будет парковаться или на газоне, ну, а что, вы все равно его не поймаете. Или же вы сделаете там парковку асфальтированную, допустим, на этом месте. Просто облагородите, во-первых, не будет выноситься грязь на колесах, когда он будет выезжать оттуда. Это будет абсолютно нормального совершенствованного покрытия асфальтовое, которое можно будет спокойно подметать там, ну и так далее. Более, скажем так, предрасположено для парковки автомобиля. И вот такими моментами сделать, допустим, газон, если вы хотите, действительно вам нравится, газон в каком-то конкретном месте, где-то около детской площадки это дело сделать. А парковочный карман чуть подальше от окон, но сделать его объемным, если это позволяет, естественно, территорию. У нас есть дворы, конечно, которые, к сожалению, у них нет своей территории практически. Какой-то подземный паркинг обязательно, естественно, существует. Сейчас в любом случае все новостройки, они предполагают собой конкретное количество, расчетное количество парковочных мест на количество квартир. Но при всем при том проблема остается, она очень актуальна. И я думаю, что как раз-таки реализовывая проекты благоустройства дворовых территорий, нужно в первую очередь и учитывать вот эту проблему. И ее упорядочивать именно конкретно, определяя места под парковку автотранспорта. Тут самое главное договориться всем собственникам жилья, правда? И пешеходам, и автовладельцам. Вы же понимаете, что на сегодняшний день это реалия жизни, просто сегодняшний, практически каждая семья имеет автотранспорт. Как минимум одну единицу транспорта. И поэтому договориться, наверное, смогут. Все-таки практически у каждого есть, но где-то учитываются интересы пешеходов однозначно. То есть это должно быть все сделано в первую очередь с точки зрения безопасности еще. А вот еще такой вопрос тоже касаемо автомобилей и владельцев. Часто, все еще часто можно встретить во дворах, особенно где старая застройка, гаражи. Гаражи, которые стоят и вроде бы, кажется, никому не принадлежат, никто ими не пользуется, взять бы на их месте, да сделать детскую площадку. Да тот же газон красивый. Но не получается, потому что собственник есть, где он никто не знает, с этим как быть. Ну, практика достаточно обширная на работе, на администрации города. Что касается земельных участков, которые не разграничены. То есть там, где есть полномочия у муниципалитета заниматься освобождением вот этих брошенных некапитальных гаражей, мы же понимаем, что где-то есть владельцы, которые из года в год пользовались этим гаражом, а вносили арендную плату ранее. И на все требования муниципалитета реагировали очень адекватно. Конечно, наверное, вот эти гаражи, которые не мешают, не входят в зону, в дворовую территорию, возможно, пока следует их оставить, ну, на том уровне пока они есть. Что касается гаражей, которые находятся на дворовой территории. Ну, первое, собственникам необходимо оформлять земельный участок, общезаревую собственность и выступать истцами в судах, если не договорятся просто-напросто полюбовно убрать этот объект. В любом случае, права на сегодняшний день на земельный участок только у собственников, по большому счету. По определению самого собственника, если он, как вы говорите, допустим, гараж брошенный и так далее, у нас тоже есть практика о признании некапитальных объектов бесхозяйной вещью. И также по решению суда объект признается бесхозяйной вещью и вывозится на определенную площадку, земельный участок в черте города Хабаровска, где находится там до момента, пока собственник не объявится. Вот практика эта существует, поэтому мы готовы, естественно, с собственниками поделиться, но там, где земельный участок определен, там, где дворовая территория определена, оформлена в общедалевую собственность, естественно, это право только самих собственников. То есть это все решаемо? Это все решаемо. Многие же у нас привыкли люди, что увидят, на гараже написано, въезд не загораживать, боятся к нему просто подойти даже, ну мало ли что. Ну мы же понимаем, что права одного человека... Не должны ущемлять права другого. Естественно, естественно. Поэтому... В общем, нужно решать вопросы и не бояться это делать. А что касается установки во многих дворах сейчас шлагбаумов, заборов, где вот прямо написано, проход через двор невозможен. Это как-то входит в программу конкретного благоустройства дворовых территорий? Нет, это не входит в программу абсолютно. Это не касается программы благоустройства дворовых территорий. Это по большому счету желание сегодня жителей города Хабаровска как раз-таки первое. Не допускать транзитный или транспорт, который приезжает, допустим, человек на работу, и паркует свой автомобиль в чужом дворе. Вот это вызывает самые большие, как раз-таки негодование самого большого жителей этого дома. Они не понимают, почему мы платим за благоустройство этой дворовой территории. Значит, содержим ее и так далее. Тут приезжает кто-то, ставит на весь день машину, и мы свой транспорт поставить не можем. Естественно, возникают конфликты. Поэтому существует определенным образом узаконение этих конструкций. То есть необходимо обратиться в департамент архитектуры, строительства и землепользования, согласовать внешний вид, согласовать границы устройства той или иной заграждающей конструкции. Самое главное, чтобы от этого не повлияло на безопасность самих жителей. Мы же понимаем, что такое экстренные службы, когда необходимо в секунды буквально принимать решение и искать вот этот чип где-то, где-то кто-то должен открыть и так далее. Вот с этим тут самым урегулировать вопрос нужно, безопасности самих жителей. А по большому счету, это право жителей. Они вправе на сегодняшний день по законодательству, оформив свой земельный участок, его защитить себя от каких-то таких моментов негативных. Буквально на днях, это уже к хорошему, позитивному, в одном из районов города на месте старой заброшенной ледовой площадки во дворе появился новый хороший каток. Но все это было сделано в рамках социального всероссийского проекта. То есть жители сгенерировались, поняли, что нужно донести информацию, и вот как итог победа им поставили новый каток. Хабаровск занял, по-моему, третье место в этом конкурсе. А проводятся ли у нас в городе какие-то конкурсы, программы, может быть, реализуются, гранты, в которых могут поучаствовать жители дворов сообща, и что-нибудь из себя такое построить? Да, я уже упоминал о постановлении о муниципальных грантах и юридическим лицам на благоустройство дворовых территорий. Вот согласно этому постановлению, постановление это 13 марта 2015 года, 856, кому интересно, посмотрите, его внимательно нужно изучить, потому что там четко прописаны и требования, и обязательства, и сроки, и документы, которые необходимо будет подать. Но вкратце я расскажу вам, что, допустим, по данному постановлению в двух направлениях идет работа. Первое направление – это ремонт дворовых территорий. Второе направление – это как раз-таки малые архитектурные формы, как мы их называем, сюда входят и детские городки, детские площадки, и спортивные площадки, и площадки для просто отдыха и досуга, хозяйственные площадки, контейнерные площадки. То есть все это как раз-таки входит в это второе направление. По первому направлению предоставляется муниципальный грант до 1 миллиона рублей, по второму направлению предоставляется грант до 500 тысяч рублей. Значит, естественно, входной, опять же, цен с 33% софинансирования, вот приблизительно, сопоставляете, у нас, допустим, по району 50-60% софинансирования жителей всегда идет по малым архитектурным формам. Это от 600 до 800 тысяч рублей идет вот как раз-таки по этим элементам. Но это достаточно серьезная сумма. То есть у нас, допустим, есть дворы, которые в один год сделали городок детский, во второй год сделали резиновое покрытие. Один и тот же двор. Да, они выступают, допустим, ну а почему нет? Люди инициативные, люди настойчивые, они вкладывают свои деньги. Они, допустим, говорят, что мы готовы 60% заплатить своих денег, 40% возьмем грант. Это открытый конкурс. Кто больше предложил софинансирование, тот и будет в числе победителей. Поэтому именно мы, допустим, по 2017 году по центральному району сделали всего 4 объекта по грантам. Всего 4. Один ремонт одной дворовой территории и три малых архитектурных формы. А в 2018 году мы сделали 18 объектов на 18 миллионов. Потому что вот в этом году был как раз-таки всплеск активности. И наши жители достаточно много получили грантов как раз по этой программе. Хотелось бы отдельно поговорить о заглубленных контейнерных площадках. Очень интересная на самом деле тема. Почему? Потому что решает достаточно много проблем не только дворовых территорий, но и вообще в целом территории города Хабаровска. Мы же прекрасно понимаем, что вот эти контейнера, которые на сегодняшний день стоят большими, так скажем, как мы их называем, баянами, да, там по 4, по 5, по 7, по 8 контейнеров в линию, из которых все высыпается, ветром выдувается. Там же бродячие собаки могут подойти что-то там, вытащить, ну и так далее. То есть мы понимаем, что это уже на самом деле вчерашний день. Нужно идти к каким-то новым формам сбора мусора, которые уменьшат как раз-таки его разброс, распространение по территории. На сегодняшний день есть такая форма, это заглубленный контейнер, что он представляет собой капсула, которая уходит с земли там на 2-3 метра. Она по объему 5 кубов. На Западе тема уже распространена очень. Ну я хочу сказать, что мы по центральному району эту тему уже двигаем, там 4-5 год, у нас есть определенные сдвиги. Мы со всеми новыми застройщиками разговариваем и рекомендуем им как раз-таки устанавливать только такие контейнера, потому что они решают много проблем. Во-первых, что такое 5-кубовый контейнер? Ну один контейнер, мы понимаем, небольшой, который стоит, он там меньше куба, а этот 5 кубов. То есть машина может подъезжать за одним контейнером, не каждый день приезжать, а приезжать один раз в 5 дней. Приехал, забрал, они вытаскиваются, этот чулок одноразовый, новый устанавливается, закрывается крышка, уменьшается в разы неприятный запах, ликвидация грызунов, ликвидация как раз-таки кормовой базы для бездомных собак, ну и так далее. Да, площадь территории сама по себе становится меньше. Сама площадь территории уменьшается, уменьшаются затраты на содержание этой контейнерной площадки. Да, понятно, где-то рядышком будет аккуратненько стоять сетка там или огороженная площадочка под крупногабаритный мусор, но по большому счету все бытовые отходы, они все будут уходить вот в этот контейнер. Те люди, которые поучаствовали у нас, поставили эти контейнеры, но я хочу сказать, что пока у нас не было каких-то отрицательных отзывов, наоборот, люди восприняли это действительно как существенное улучшение их дворового пространства. Поэтому я призываю, если есть у людей возможность такая, есть желание, это тоже можно сделать по грантам. То есть на сегодняшний день, я могу сказать, что по прошлому году, по сметам стоимость составляла уже установка, благоустройство, все земляные работы, сам контейнер и так далее, порядка 182 тысяч рублей. Не такие большие деньги, если сообща. Если тем более вы получаете грант, там, допустим, 50% вы вышли с 50% своих средств, это получается 90 тысяч рублей. На дом, допустим, 4-5 подъездных, 9-этажный дом, я думаю, что это невеликие будут деньги, огромные для того, чтобы решить вопрос именно по сбору отходов. Плюсы есть? Вот чтобы их почувствовать, эти плюсы нужно получать? Чтобы их почувствовать, я могу сказать, просто пройдите по дворам центрального района, у нас кое-где уже есть эти контейнеры, стоят, и ни в одном месте, там, порядка 15-20 контейнеров мы уже таких разместили, и вы увидите разительную разницу, где этот контейнер нормально. Единственное, конечно, надо его нормально содержать, эксплуатировать, чтобы он долго прослужил. Вот где люди заботятся об этом, проблем с мусором абсолютно, они просто исчезают. Это касается всего, тех же и уровень, и лавочек, и освещение. Если относиться ко всему так, как к своему, к тому, что ты вложил туда деньги, то просто стоит на века, еще и детям и внукам достанется. Кстати, давайте, может быть, пошагово расскажем, такая некая инструкция для наших зрителей, для жителей нашего города, центрального района, как получить этот грант. Вот прям с чего нам начать? Нам, жителям многоквартирного дома. Да, смотрите, значит, почему мы сейчас активизируем вот работу и в средствах массовой информации, и работаем на встречах с жителями, постоянно проводим встречи с жителями центрального района. И с 10 марта начинается прием заявок. Прием заявок на получение гранта. Значит, период предоставления заявок длится до 15 апреля. С 15 апреля уже начинается процесс рассмотрения этих заявок. По большому счету, подведение итогов конкурса проходит с 1 по 10 мая. И уже 11 мая будут известны победители и по первому направлению ремонта дворовых территорий, и по второму направлению. Это по малым архитектурным форумам. Необходимо первое. Подать заявление в уполномоченный орган. Уполномоченный орган является управление жилищно-коммунального хозяйства, это эксплуатация жилищного фонда администрации города Хабаровска. Расположено оно на мэрии города Карломарса 66, левое крыло, первый этаж. Туда необходимо будет обратиться с заявлением. К заявлению приложить сметный расчет, дефектные ведомости, схему производства работ, какой-то проект определенный, если это необходимо по определенным требованиям. Но в любом случае, постановление, которое я назвал, я еще раз его назову, это постановление администрации города от 13 марта 2015 года 856. О муниципальных грантах, юридическим лицам на благоустройство. То есть там все критерии, все расписано? Все прописано, что предлагается к заявке, сроки, которые я проговаривал. На самом деле, самое главное, к заявке должно быть предложено решение общего собрания. То есть жители сейчас уже должны принять решение о том, что мы хотим в своем дворе увидеть. Это, это и это. Прийти в управляющую компанию. Для управляющей компании это уже не новость. Они занимаются этим не первый год. Они уже специалисты в этом вопросе. Поэтому для них только решение общего собрания. Они уже все подскажут сами, я больше, чем уверен. Уже все управляющие компании поучаствовали в этом процессе. Поэтому нужна на самом деле инициатива настойчивости самих граждан. Она будет, вопрос будет решен. Конечно, надо будет посмотреть по софинансированию. То есть, как я уже говорил, 33% это минимальный. Минимальный, да? Он не будет гарантировать вам то, что вы получите этот грант, потому что кто-то может, это открытый конкурс, предложить софинансирование 50%. Конечно же, это один из тех критериев основных, которые, основной критерий, по которому определяется победитель. Даже если у нас будет дизайн-проект какой-то сумасшедший, это еще не вариант, не фактор. То есть это будет уже второстепенный, самый главный момент это софинансирование. Здесь уже обсуждается с управляющей компанией, они опытные ребята в этом вопросе. Они нам подскажут, сколько приблизительно прогнозируется на этот год, как это будет происходить. Но самое главное решение общего собрания. В общем, в этом вопросе главное дружить с соседями. Да. Быть с ними на одной ноге, шагать в одну сторону, смотреть в одну сторону. В одну сторону смотреть. Можно только пожелать удачи, правда? Да. Я напомню, что сегодня гостем нашей студии был заместитель председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Александрович Бласенко. Большое спасибо за беседу. Спасибо вам. Всего хорошего. Надеемся на новую встречу. Обязательно. Субтитры подогнал «Симон»